Друзья, всем привет! С вами Виталий Кожевников и я вас приветствую на своем канале. В этом выпуске, ребят, мы с вами отправляемся в Светлоград. У меня там живет друг, который пригласил меня в гости. И я решил совместить приятное с полезным. Во-первых, ребята, мы приедем к Толику, он покажет, где он, как живет. И проведет нас по очень интересным и труднодоступным местам, которые находятся в Светлограде. Посетим с вами Соленое озеро, которое богато своими полезными лечебными свойствами. Поднимемся на гору Куцай и посетим самую маленькую пустыню в мире. Выпуск будет очень интересный, друзья. Обязательно досмотрите его до конца. Желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. Ребят, хотите финики, вот приезжайте в Светлоград. Погода, друзья, на улице дождливая. 7 градусов. В принципе, не сильно холодно, но и не тепло. Мне осталось до Светлограда ехать 47 километров. И время прибытия там в районе 12 часов дня я приеду. Сейчас 11.17. В общем, минут 40 мне ехать. Сегодня я встречусь с Толиком. Толик, будешь смотреть выпуск. Тебе привет огромный. Поэтому, ребят, едем в Светлоград. Если что-то будет интересное, поснимаю. Я взял с собой дрон на всякий случай, но на дроне мы сегодня не полетаем, потому что пасмурная погода, идет дождь. А подождю, как вы понимаете, дрон запускать не вариант. Смотрите дальше, не переключайтесь. Также, если не сложно, ребят, поддержите видос лайком. Напишите любой комментарий. Я за комментариями слежу, всем обязательно отвечу. Поделитесь этим видео с друзьями. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, ребят, потому что все эти перечисленные пункты очень сильно влияют на развитие моего канала и продвижение видео в топ. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить эти действия. Так, друзья, я на подъезде. Позвонил Толику, он мне сказал, тебе надо не в Самсветлоград дорога идет, а тут там будет развилка и дорога будет на Буденовск благодарный уходить. Вот я сейчас на развилке ушел на Буденовск. Как он сказал, это в сторону Соленого озера. Он меня сейчас встретит. Так, Толь, у тебя где этот прикуриватель? Здесь. Там, да? Вот, друзья, проезжаем мы Соленое озеро по правую сторону от нас. Слушай, а там смотрю, какой-то этот, еще прудик есть, да? Это к нему относится? Ну, это был отстойник, там, какой-то еще в Советском Союзе строили. Если честно, точно не знаю. Ну, знаешь, вообще идея какова? Соленое озеро вот всегда было как? Днем искупался, накупался ты соленый, пешочком прошелся туда и в пресной воде обмылся от соли. Ну, туда рыбу запустили, там, в принципе, нет-нет, на рыбалку там ездят люди. Причем один раз такую рыбу запустили, прям, знаешь, ну, блин, здоровую прям. Так, это мы сейчас приехали на обзорную площадку. По частоте обзорной площадки вы можете понимать, да, какие тут бывают свиньи, так скажем. Ну вот, ребят, соленое озеро. Оно, кстати, еще, по-моему, розоватого цвета бывает, да? Оно сейчас менее розоватое, а летом там рачки живут такие. И они больше, вот, в Крыму есть соленом озере такие красные. Красновато. И здесь они больше нигде не живут, они только в такой воде живут. И это соленое озеро, оно остаток древнего моря, которое вот соединяло, вот Каспийское, черное, одним было. И вот здесь вот, ну, вообще не только здесь, оно и Большой, Бланыч, тоже остаток этого моря. То есть, оно здесь вот соединение было. И, кстати, видно, что прям низина, да, такая? Да, здесь было... Тут, возможно, была возвышенность, а вот... Нет, нет, здесь было везде дно моря. Мы попозже еще, если, я надеюсь, время останется, окаменевшие ракушники поедем посмотрим. Круто, круто. Канал окаменевший есть. Напоминаю, ребят, это рядом со Светлоградом находится. Да, здесь, кстати, самая маленькая пустыня в мире Куцай находится. Куцай? Да. Самая маленькая пустыня в мире? Да, да, самая маленькая пустыня в мире. И что, там прям песок? А мы можем доехать посмотреть? Постараемся. Доехать и дойти. Если получится, ребят, обязательно для вас поснимаем. Так, ну, мы сейчас посмотрели на озеро с обзорной площадки. Сейчас мы спускаемся и вот... Да, и сейчас будем спускаться и подъедем к самому озеру. Если позволит погода и дождь не будет уйти, мы поснимаем его с высоты птичьего полета, полетаем на квадрике. Так что вот так вот. Смотрите, не переключайтесь, обязательно не забывайте поставить лайк. Что, поехали? Поехали. Ну, круто, круто. Такие места необычные тут. Хорошо, что мы поехали на твоей, а не на моей. Ну, погоди, тут хуже было. Я бы, мне кажется, не проехал тут точно. Я думаю, видно, да, что тут дорога неровная. Не знаю, Глупрошка передает, нет? Ну, тут прям грязь. Плюс сейчас еще дождь моросит на улице. А мы выйдем? Да, выйдем, чего ж мы не выйдем. Из таких мест выжали. Короче, калина проходимая, да, очень. Если наше мыть, потом придется. Как бы не покайфовать. Ну да, без этого никуда. Так, ладно, ребят, выходим. А у тебя зарядка, кстати, работает и при выключенной машине, да? Заряжает. Я смотрю, нормально. Не помню, если сейчас. Ну да, он идет заряд. Все, да, я батарею на Глупрошку и на квадрик поставил заряжаться. Посмотрите, ребят, намотало как. Не, я бы тут точно не проехал, я думаю. А если проехал бы, то... Мы еще на Кусай поедем, я думаю. Там тоже не сахар. Так что нормально. Так, а ты сразу обулся, да, как на соленое? Да нет, я, кстати, знаю, если... Ну ладно, мы сейчас... Обычный обувь ходим. Мы сейчас, ребят, прогуляемся чуть-чуть, вот дойдем до берега. Государственный природный заказник, соленое озеро. Ну и тут пишут, что запрещается, что последует за нарушением. Вот. А квадрик будешь брать, нет? А я думаю, что мы квадрик оттуда запустим. Оттуда, нам, от машины. Поближе не надо будет, да, подходить. Ну пойдем поснимаем. А зачем подходить, да, мы квадрик, я думаю, что с машины. Мы сейчас дойдем, ребят, да, ну чуть ближе подойдем. Слушай, а сама вот эта грязь, в которой там обволакивают, черная? Ну она лечебная, да? Она очень лечебная, и такая грязь еще там в каком-то там озере где-то там, и все. Именно такого состава, как здесь. И здесь даже в советские годы, если не ошибаюсь, вот что-то я считал, что строили санаторий. Но из-за того, что, или обсуждали по строительству санаторий, но из-за того, что, ну в основном все минводы ездят туда, вот лечебницы там, грязь, все это. Перестанут ездить туда, да? Нет, 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 он в стороне просто здесь озера, и по сути место малолюдное сюда, ну кто ездить будет? Как бы никто особо ездить и не будет, и решили не делать ничего. А где строили, ну только были мысли о строительстве? По-моему мысли, по-моему, были только и все. А тут я смотрю на мотоциклах, да, видимо, проезжали следы? Мотоциклистов много развелось последние, кайфуют, люди по лицам ездят. На квадриках, да? Мотоциклы именно, Escudo. Вот у меня друг вот. Ну видно, что такие следы от горного мотоцикла. Да, 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 Escudo прям, и ноги ломают, и руки ломают, один тут не останавливает. Понятно. Но я так понимаю, что ты сейчас хочешь, чтобы мы дошли прям до воды. Да? Мы дойдем, мы сможем? Мы близко дойдем. Просто я уже, ребят, тут иду, и под собой чувствую поверхность все мягче и мягче становится. Вот, посмотрите, уже чуть-чуть начинают тогда проваливаться. Ну посмотрим, насколько сможем близко подойти, настолько подойдем. А потом вернемся к машине и запустим квадрокоптер. Поснимаем его с высоты птичьего полета, я думаю, будут интересные кадры. Плюс еще сейчас дождя нет, это радует. Так, ну я уже начинаю как бы идти грязь так цеплять. Да и может и не дойдем. И может не дойдем. Да, вон, я смотрю, мы уже не дойдем. Да, Атуаль. Уцепляем реально. Да, я сейчас не хочу просто это... Ну, мы бы нашли бы, Соль бы посмотрели, но просто мы тогда, да, наверное, как-то... На квадрики полетаем сейчас, я думаю. Посмотрим, да, как сказать? А ну... И ты знаешь, мне кажется, сейчас самое идеальное время для съемок, потому что, во-первых, тучи, знаешь, вот этих пересветов не будет от солнца. И поэтому, ребят, я думаю, что сейчас крутые кадры получатся однозначно. Обмельчало, мне кажется. В окрестностях города Светлограда расположено небольшое озеро, прозванное в народе соленым. Его еще называют Лушкинским. Водоем известен своими грязями, которые по целебным свойствам не уступают тамбуканским. Озеро является реликтовым, то есть остатком водоемов, соединяющего в доисторические времена Каспийское море с Черным. Котловина озера имеет овальную форму. Высота над уровнем моря составляет 10 метров, а общая площадь 34 квадратных километра. Дно озера ровное. Его покрывает мощный слой ила до 9 метров. Верхняя часть которого толщиной до 10 сантиметров. Обладает лечебным свойством. Глубина водоема в период наибольшего наполнения достигает максимум 60 сантиметров. Питается соленое озеро дождевыми и подземными водами. Также озеро питают 7 родников, выходящих из склонов горы Куцай. Знаменитый врач 19 века Василий Киселев после исследования озера докладывал императору. Грязи приписывают целебные свойства. Оказалось, что здесь можно вылечить все – сердце, неврозы, гипертонию, сколиозы, нарушения пищеварения и венерические заболевания. По мнению Киселева, никакого чуда в этом не было. Просто озерная грязь обладала сильнейшими бактерицидными свойствами. В 2006 году ученые Пятигорского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии по результатам своих исследований сделали вывод. Грязью из соленого озера можно эффективно лечить заболевания кожи, суставов и органов дыхания. Соленое озеро популярно у любителей грязелечения и сегодня. Летом сюда приезжают не только местные, но и туристы со всей России. Вот только никакой инфраструктуры здесь нет. Отдых для дикарей. Разве что смыть с себя грязь можно в расположенном неподалеку водоеме отстойнике. Так, ребята, в общем, Толик предложил подняться на отстойник, так называемый. Это вот это вот с высоты, что вы видели, маленькое озеро. Это соленая вода здесь, то есть искупался. Но я обычно, честно скажу, я баклажки пятилитровые с собой беру в машине и возле машины потом соль смываю. Потому что соли реально много, очень соленая. Там вот ложишься, вода тебя держит. Да? То есть, да, ты не утонешь. Как в Мертвом море, типа, да? Ну, типа того, наверное, да? Долго-долго-долго, мелкое. Я, честно, я вот сколько не шел, ну вот вот так где-то заходил, и не знаю, и потом я уже рукой махнул, не пошел дальше. Не стал дальше мельить? Грязи много. Много грязи, ила, она такая заиленная, как бы. Ну, я видосы на ютубе смотрел перед тем, как, вот я же говорю, я летом хотел приехать поснимать, как бы его чисто, знаешь, там выпуск делать про соленое озеро. Ну, тут у нас поинтереснее выпуск получился. Во-первых, я с Толиком встретился, да. Ну да, встретились, давно не виделись. И мы заодно решили, как бы, провести день с пользой, поснимать вам, ребята, что тут в Светлограде можно интересного посмотреть. Во-первых, озеро, вот мы сейчас приехали, плюс нам погода позволяет поснимать, потому что, вот, как вы видели, когда я ехал, дождь прям конкретно моросил. Мы даже у Толика, когда взлетали, коптер летал, дождик шел, да. Я думал, что у нас не получится поднять дрон здесь. Но видите, как погода расположила, и все у нас получилось. Поэтому, ребят, мы сейчас тут поснимали, я думаю, вам понравилось. Поэтому, ребят, не забывайте лайк, конечно же, поставить. Сейчас мы отправляемся, поедем, доедем до этого, рукотворного, вот этого маленького озера, которое с пресной водой. И дальше поедем уже, куда мы там, ракушечники, где, да? Да, смотреть, попытаемся туда подняться, и там посмотреть. И попытаемся еще доехать до вот этой самой маленькой пустыни в мире, да? Дойти, доехать. Да, ну, в общем, выпуск будет интересный. Да, он уже интересный, поэтому, ребята, смотрите дальше и не переключайтесь. Я думаю, что достаточно полезной информации я вам рассказал про озеро. Так что, если будет желание, то летом обязательно посетите этот фантастический, по своим целебным свойствам, водоем. Мы хотели проехать на машине к самому отстойнику, но Толик решил не рисковать, так как погода сырая, и велика вероятность, что машину понесется склона. Поэтому, оставив машину, мы поднялись на плотину пешком. Вот, ребят, посмотрите, я камеру ровно держу. Вот такой вот подъем. Нет, тут сухо, тут сухо. Это ты тут переживал, что нас, да, понесет? Да. Ну, знаешь, лучше не рисковать, потому что у нас сейчас на колесах конкретно намотало. Ну, то есть он видно, что обмельчал. И вот он. Так, а его что, для чего вообще используют, не в курсе? Ну, был как отстойник воды пресной, раньше, давным-давно, при Советском Союзе еще. А сейчас он просто... Сейчас просто, вот, да. Ну, он был полностью, в смысле, вот, ну. Ну, видно, да, что тут плиты идут, как бы, все тут было облагорожено. Вот, вот, год назад я был, вот видно уровень воды по желтому, вот этому, оранжевому. Я вижу, да. А, ну, конкретно причем обмельчал, да? Как бы так себе. Я так понимаю, мы уже на подъезде. Тут какой-то лес. Ну, примерно, нам пешочком придется. Далеко. Ох, блин, тут такие повороты крутые. Друзья, а чтобы вам было понятно, это мы пытаемся проехать к месту, откуда начнем свой путь к вершине горы Куцай. Там же, по утверждению Толика, находится самая маленькая пустыня в мире. Согласно легенде, гора получила имя в честь отшельника, первого поселенца, обитавшего на вершине в шалаше в 18 веке. Его звали Куцей. На вершине горы Куцай сейчас в основном растут лишайники, бузина, акация, шиповник, лох серебристый и краснотал, кустарник из рода ивы. Хотя до 1917 года много было дубов, но их спилили во время войны солдаты. С конца 70-х годов прошлого века ведется борьба с песками, поэтому власти города понемногу засаживают песчаную территорию соснами. И Толик говорит, что тут даже белые пески есть. Белые пески есть. Надо искать их, да? Их надо искать, я давно там не был, но там есть вот реально белый белоснежный песок. На территории находятся пустынные территории, луговые сухие степи, байрачные леса, широколиственные леса, растущие по краям и дну балок. Также на Куцай произрастает аясник Стевена и псифелю Санны, занесенные в Красную книгу России. Степные отрезки горы покрывает ковыль и бородач обыкновенный. Встречаются чабрец, скобиоза и сецкая, гипсолюбка шаровидная, гиацинт мышины. За последние 30 лет в этой местности вообще исчезли прострел весенний, тюльпан шренка и колокольчик персикалистный. Обитают такие млекопитающие, как заяц, еж, крот, землеройка, лиса. Есть также полевка, хомяк и другие грузуны. Из птиц можно встретить сойку, дятла, синицу, соловья, горлицу, сороку, воробьев и так далее. Ребят, ну у меня, как всегда, будет просьба к вам за такой вот интересный, увлекательный контент. Поставьте лайк этому видео, напишите любой комментарий, я все комментарии читаю, обязательно всем отвечу. И поделитесь этим видео с друзьями. Конечно же, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Все эти пункты очень сильно, ребят, помогают развитию канала и продвижению видео в топ. Все, ребят, мы преодолели эту гору, практически поднялись наверх. Идем дальше, идем в неизвестность, посмотрим, что нас ждет. Посмотрите. Ну просто шикарно. Тишина, спокойствие, красота. А? Нам туда. То есть, ребят, он говорит, что нам надо через весь лес вон туда. Я вижу, что там гора есть такая, песок. А сейчас угадайте, что Толик кушает. Вот это вот дерево растет, я у него спросил. Боярышник. Это боярышник. Шиповник, блин. Я сейчас смотрю, он идет, что-то кушает. Сейчас попробуем. Это вот боярышник, что в аптеке продают, бухают. Да. Но он безалкогольный? Да. Подожди, я их путаю, подожди. Сейчас мы переснимем, может быть. В смысле? Он просто есть кустами. Ты меня испугал. Это точно можно есть? Это точно. Нет, есть шиповник, есть боярышник. Они похожи. И то, и то есть можно. Просто сейчас получится. Я скажу боярышник. Я думаю, что это боярышник, потому что шиповник, он внутри такой, волосинки какие-то в нем есть. А ну, ну вот, ребят, вот так вот выглядит этот, это ягода. В общем, боярышник вот так выглядит. Я первый раз в жизни вижу в реале его. Так, ребят, вот такую горсочку нарвал, возьму с собой. Настя попробует. Слушай, да тут много боярышника. Вот ветка боярышника. Короче, буду знать, где боярышник растет. Так, а это что? Тоже боярышник? А что он краснее? По цвету, ребят, видите, он прям покрасней. Ну, точно сорт такой, да? То я Настю угощу. То я Настю угощу. Сейчас я вам покажу, друзья, какие ягоды нельзя кушать, Толик сказал. Вот эти вот черненькие ягодки. Это не волчья ягода? По-моему, она, да? Ну, не знаю, я пробовать точно не буду. Плюс ты еще сказал, что их нельзя. Поэтому желания пробовать у меня их нет. Толик нашел заячью нору. Вот так вот выглядит. У нее всегда несколько выходов. Вот это один, еще два. Где-то еще должны быть. Да? Вот, посмотрите. Заячья нора. Или лисья, да? Среди заячья. Среди заячья. Вторая нора? Да. Это что, он так все прорыл? Да. У них всегда запасной выход есть. Если лисица придет или еще кто-то. Ага. У них всегда имеется запасной выход. Куда выбежите, еще где-то должно быть. Круто, круто. Ребят, мы практически дошли. Конечно, он не сравнится с барханом, с арыкумом в Дагестане. Но есть что-то схожее. Тоже, да? Откуда тут? На остатки. А, ну. Остатки моря, дно, да. Поэтому песок. А где они? А, вот, ребят, следы заячьи, да? Видите? Вот это заячь. Кругами бегают, петли следов делают. Чтобы запутать. Ага. Чтобы не разми. Хитрые. Да. Много ракушек тут, да? Маленькие такие, малюсенькие. Кроме каменистых бывает, в камнях вот попадаются. А, ну да. А вот бывает ракушечки прям есть. Вот здесь где-то есть место, где прям есть белоснежный песок. Вот, вот видишь, вот чуть-чуть вот видно иногда встречается. Ну да, да, да. Вот тут такое родо, только еще белее. Вот где-то в этих вот, так сказать, местах. Местах, да. И мы на Куцай-горе. А, вот, ребят, кстати, посмотрите, мотоциклисты гоняют здесь. Скорее всего, наверное, в ту сторону, да, сейчас поедет. Вот на таких горных мотоциклах тут. Это даже она. А, девушка. Девушка, ребят. Вот она кучка. Вот это вот белые пески. Я думаю, что практически как на Мальдивах. Гопрушка садится. Запускаем квадрокоптер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. ну что ребят на этом выпуск наш подошел к концу мы сейчас вернулись к толику на улице как вы видите темнеет а толик передал там небольшие гостинцы нам финики орехи так что ребят спасибо за то что досмотрели этот выпуск до конца поддержите нас лайком напишите любой комментарий за комментариями я слежу либо толик какие-то будут какие-то будут вопросы пишите мы вам ответим так что ребят до скорой встречи в новом выпуске всем пока скоро увидимся а и 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